На улице холодно, всего 12 градусов. Но это не так страшно 12 градусов, страшнее ветер. Очень холодный ветер, который не дает жизни. Можно так сказать. Сейчас мы с вами выщипаем весь лук, который плохо растет. Или слишком длинный, который лежит на земле. Нам нужен лук. Ну вот, такой пучок получился. Мне достаточно такого пучка. А теперь посмотрим, что у нас осталось на грядке. Этого тоже достаточно для того, чтобы наш дедушка мог позволить себе посыпать яичницу луком. Чеснок не нравится, потому что желтеет. Что бы я не предпринимала. Уже поливала на своем крапивы, поливала аммиаком. А он желтеет. Если знаете, что нужно сделать, подскажите. Ну вот, это следующий этап лука. Идет. И салатик, девочки. Один сорт салата взошел исключительно. А второй сорт салата не взошел никак. Видите? Ну, этого тоже достаточно. Этого достаточно. Как раз то, что мне нужно. Красивый, красный. Больше ничего не надо. Идем за петрушкой, за укропом. Повсю цветет земляника лесная казахстанская. Казалось бы, что ей надо-то? В Казахстане она в июле цветет. Нет, вот вам, пожалуйста, не тот климатический пояс. Как-то так. Вот сюда я ее пересадила. Под вишню. А вот эта вот, одиночка, это земляника здешняя. Немецкая. Надо прийти и посрезать цветочки, чтобы она принялась тут. Вот такие дела. Идем дальше. Один день жара, два дня холодно. Один день жара, два дня холодно. Но это куда годится, а? И надо милиссу срочно срезать. Потому что прошло полнолуние, значит, милисса начнет отдавать. А тут у нас растет салатик. Видите? Посадила салатик. Он уже хорошо выглядит. Здесь три сорта. Салат красный, качанный. Или копчезалат, это, ну да, качанный. Потом еще есть какой-то вот этот вот, который называется. Но новинка у меня. Ватави... Ватави... Ватавиазалат. Ватавиазалат. Ну и мой любимый. Мой любимый это... Рота айсберг или круглый айсберг. А, нет, красный айсберг. Ну, наговорю. Ну, всего доброго. Рвем. Такой замечательный укропчик. Прямо с корешочками рву. Потому что его все равно придется отсюда убирать. Такой красивый укропчик. Даже на кирпичах растет. Ну вот. Совесть тоже надо иметь. Хватит мне этого укропа. Теплицы остаются сегодня закрытые. Холодно для томатов, для помидорчиков и перчиков. Здравствуйте, мои подписчики. Здравствуйте, гости моего канала. Здравствуйте, хорошие люди. Мы с вами пробежались по городу. И нарвали домашние зелени. Везет нам в этом году. Но укроп еще нет тли. В другое время она бы уже вся покрутила укроп. Но сейчас ей просто холодно. Наше тле. И сегодня мы с вами приготовим самую обыкновенную окрошку. Несмотря на то, что на улице не так уж и жарко, я приготовлю окрошку. Я еще в этом году ни разу не делала окрошку. Да и в прошлом году, по-моему, не делала. Ну, там была причина, конечно, в прошлом году. Как-то так и мы начинаем. Без чего не бывает окрошки. Окрошки не бывает без огурца. В обязательном порядке. Яйцо, картофель и нужен квас. Но кваса в Германии нет. Если вы купите петевой квас, то он будет все равно сладить. Поэтому я не признаю такой квас. Желательно еще добавить вареное мясо. У меня его не заменю вареной колбасой куриной. Вот, окрошки буду готовить немного, чтобы хватило на один день. Купила кефир, калинка, потому что до магазина, в котором продают сыворотку, я не добралась. Сыворотку продают в эдаке. Называется она Райны Мольке. Для тех, кому интересно. Продается в 500-граммовых стаканчиках пластиковых. И я всегда ее покупаю для того, чтобы сделать окрошку. Ну, сегодня у нас кефир калинка. Так он называется на немецком языке. Калинка. Я его немножко разобью и поставлю. Калинка для меня густоват. Я разведу калинку минеральной водой. Итак, первое, что нужно сделать, это... А, я вам не показала. У меня еще есть яйцо, отварной картофель. Вот такой. И прекрасная редиска. Ой, хорошая, девчонки. Последнее время была редиска не очень, но это заслуживает внимания. Так. В первую очередь я порежу укропчик. И рух. И рух. И рух. Продолжение следует... 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 Соль можно еще добавить, немножко еще воды. Я всегда добавляю вот такой, называется он салат кренок или приправа к салату, здесь в основном укроп, как он называется, ди кренок, аромат укропа, лимонная кислота, которая содержится здесь, это улучшит только вкус окружки. И мы должны добавить сливки. Я только что вылила туда сливки 30% шокзаны, они вот такие жидкие, но камера отказалась снимать эти вещи. Получилось без съемки. Ну вот так. Соли на дне не слышу. Окрошка готова. Внук обязательно придет пробовать. Итак, окрошка готова. Можно пробовать. Что нужно добавить к окрошке? Это то, что не все едят окрошку. Немцы ее даже не знают. Только те, которые жили, конечно, в России, в Казахстане, на территории бывшего Советского Союза. И то не все в семьях едят окрошку. Но это любители. А те, кто привык есть окрошку, те без нее, или вернее, радуются, когда кто-то приготовит окрошку. Вот и сегодня Данюшка радуется, что я приготовила окрошку. Пробуем такую красоту. Я очень люблю, когда окрошка с редиской. Редиска добавляет красного цвета. Это очень красиво. Для меня нужны соли. А остальные как хотят. Когда я начинала делать окрошку или дома, мы всегда делали с квасом. Квас сделать была не проблема. Зажарить хлеб немножко. И добавить дрожжей. Первый квас добавляешь дрожжей. А потом уже просто берешь закваску из того кваса, который у тебя есть. Добавляешь сахар. Обжаренный хлеб. Добавляешь воды. И прекрасный квас. Работая за вскладом на хлебозаводе, я делала самоквас. Я брала, пережаривала две булки хлеба больших. Полная фляга воды. Кидаешь туда хлеб и хлебную закваску. И ничего больше. Никакого сахара. Ничего. Кто любит сладкое, добавит себе в стакан или в банку. И потом этот квас я отдавала в цех, потому что там всегда жарко на хлебозаводе. И рабочие, которые там пекли, они всегда пили квас. Я его процеживала предварительно и отдавала фляга. Стояла в складе и там было холодно. Вот как-то так. Из того кваса. Квас получался за один день. Сегодня я сделала, завтра уже можно пить резкий, как и должно быть. В нос бьет. Вот. Что еще нужно сказать про кружку? Квас вообще замечательное дело. Позже я начала делать сывороткой, когда у меня были свои коровы. Но квас старого. Причем была такая примета. Если Ирина поставит квас, обязательно будет дождь и холодная погода. Так же, как и было. Если я вымою крыльцо на заднем дворе, обязательно пойдет дождь. Такая была у меня примета. Ну, крыльцо периодически надо было мыть. Хотя ничего не предвещало дождя. Будет обязательно дождь и опять слякать и грязь. Ну вот. Это то, что помнится из прошлого. А вам, мои хорошие, я желаю только самого лучшего. Только самого доброго. Пусть все мечты ваши сбываются. Заходите на мой канал. Я работаю для вас. Я снимаю для вас. Мне с вами интересно. Вы у меня большие молодцы. Ставьте лайки. Не забывайте подписаться на мой канал. Пишите свои замечательные комментарии. А тем, кому нечем заняться, которым не пишут, чтобы я берегла ваше время. Девочки, вы можете сберечь свое время, не заходя ко мне в гости. Хотя я рада всем и каждому. Всем пока-пока. До новых волнующих встреч на моем канале.